Привет! Эти 14 классных фраз помогут тебе излить душу и поговорить об отношениях на английском. И сегодня нам в этом поможет третий сезон Эмили в Париже. Первая фраза, как бы ты сказал, при всем уважении. Например, при всем уважении Катя ты упустила свой шанс. При всем уважении я не согласен с вашим мнением. При всем уважении я считаю, что есть более эффективный способ решить эту проблему. При всем уважении ваше решение вызвало опасения у членов команды. Найдешь следующую фразу в видео. Очень крутая фраза и она значит быть неопределенным или нерешительным в отношениях или действиях, не полностью быть вовлеченным или не привязываться к кому-то или к чему-то. Я не могу понять, на какой стадии наших отношений мы находимся. Похоже, что он не полностью в них вовлечен. Она всегда была несколько нерешительной в вопросах обязательств, что затрудняет близкие отношения с ней. Это раздражает, когда у тебя партнер всегда несерьезно относится к своим эмоциям и никогда полностью не выражает, что чувствует. Сейчас сидите сзади и смотрите эпизод? Конечно, нет. А тогда как? Смотри следующую часть. Sit back – это то же самое, что relax. Как переведешь такую фразу теперь? Расслабься и наслаждайся шоу. Следующая фраза Hard pass – это усиленное «нет». Мне придется категорически отказаться от этого предложения. Она предложила меня подвезти, но я категорически отказался и решил идти пешком. I consider joining the club, but after hearing about the strict rules, I gave it a hard pass. Я рассматривал возможность вступления в клуб, но после того, как я узнал об их строгих правилах, я решил отказаться. Болтать или трепаться – не о чем. Больше примеров. Terry is always yammering on about snack food. She's been yammering about you all night. Really? Stuff that you just were yammering on about. Ida, will you stop that yammering? My little brother can yammer on about his favorite video game for hours and it drives me crazy. That's awful. I can't believe you let me yammer on about Alfie like that. Как сказать? Мы это уже переварили, обсудили или уладили. It's okay, really. I just found out about it yesterday, and I kind of processed it already with Nicola. I processed it already with Nico. Processed. Буквально process – это обрабатывать или переваривать. Ударение на первый слог. Process. I'm sorry for the argument we had last week. It's okay, don't worry about it. I processed it already. It's water under the bridge. Извини за наш спор на прошлой неделе. Все хорошо, не переживай об этом. Я уже это отпустил. Это уже прошлое и не имеет значения. Кстати, очень хорошая идиома. It's water under the bridge. Why didn't you tell me? It's okay, really. I just found out about it yesterday, and I kind of processed it already with Nicola. Как сказать, что ты собираешься делать сегодня или чем ты хочешь заняться? I mean, well, now that Alfie's back in town, maybe the four of us could go get drinks, if Nicola's up for it. What are you going to do today? Ну, если хочешь звучать нейтрально или формально go ahead. Но если ты общаешься с друзьями, скажи вот так. Wait, what are you up for? What are you up for? The lesbian maid? What are you up for? I feel like I'm... Еще у оборота to be up for something есть значение согласиться на что-то. Would you like to go hiking this weekend? Yeah, I'm up for it. Ты бы хотел пойти в поход на выходные? Да, я готов. I mean, well, now that Alfie's back in town, maybe the four of us could go get drinks, if Nicola's up for it. If Nico is up for it. Если Nico не против или Анику хочет. Are you up for going to the movies tonight? Ты готов пойти в кино сегодня вечером или ты хочешь пойти в кино? I'm up for trying something new on the menu. Я готов попробовать что-то новенькое из меню. Что она имеет в виду, говоря следующую фразу? Not his favorite person after the Kodomas. Yeah, well, you did kind of blindsided him the other night. Yeah, you did kind of blindsided him the other night. Ты вроде как нанесла ему удар, когда он не ожидал. To blindside – нанести удар, когда человек того не ждал. Огорошить или ошарашить. She was completely blindsided when her best friend revealed the truth about the situation. Она была полностью огорошена, когда ее лучший друг раскрыл секрет о ее ситуации или раскрыл правду. The team was blindsided by the sudden resignation of the leader. Команда была шокирована внезапной отставкой своего лидера. Что значит эта фраза? To have или to get someone's back – это быть за кого-то горой. Когда вы говорите, что вы have someone's back или get someone's back, это означает, что вы стоите рядом с этим человеком и готовы поддержать его в любых обстоятельствах. Don't worry, I'll always get your back, no matter what happens. Не волнуйся, я всегда буду за тебя, несмотря ни на что. And I'll always have your back. I'll always have your back, no matter what. Hey, I'm Ned, Ned. I'm your best friend, alright? And I'll always have your back. I know you have my back, and it gives me the confidence to face any challenges. Я знаю, что ты стоишь за меня горой, и это дает мне уверенность справиться с любыми трудностями. Как мы скажем, надо тебя предупредить? I need to warn you. I need to let you know. Warn – слово более формальное. И часто используется в ситуациях, связанных с опасностью, угрозой или серьезными последствиями. Это может быть связано с предостережением от физической опасности, неприятных событий или чего-либо еще, которое может принести тебе вред. Warn подразумевает, что предупреждение более серьезное и чрезвычайное, чем просто let you know, например. Прогноз погоды предупредил о сильных ливнях. Но давайте посмотрим на кусок видео и о чем она здесь говорит. I just feel like you chose work over me. I understand. I'm really, really sorry. And you're right. Again, I should've given you a heads-up. I should've given you a heads-up. Надо было тебя предупредить. Give a heads-up – более неформальное выражение. Это обычно связано с дружественным предупреждением о чем-то. Next time you feel the need to pull evasive maneuvers, can you give me a heads-up? Next time you're gonna use my plan, give me a heads-up first, yeah? Maybe you can give me a heads-up on somebody. Например, just wanted to give you a heads-up that the meeting time has changed to 3 pm. Просто хотела тебя предупредить, что время совещания изменилось на 3 часа дня. Because my best friend humiliated my boyfriend in front of his dad, and you know I always have your back. Что Emily имеет в виду здесь? I've given you a heads-up, but it just all spiraled out of control so fast. Yeah. All spiraled out of control so fast. Всё закрутилось и вышло из-под контроля так быстро. It spiraled out of control. Мы можем использовать эту фразу целиком или часть, чтобы описать свою ситуацию. Например, I lost my job, and then my car broke down, and everything just spiraled out of control so fast. Я потеряла работу, потом сломалась машина, и всё просто так закрутилось и вышло из-под контроля. I've given you a heads-up, but it just all spiraled out of control so fast. Yeah. Как ты скажешь, я организовываю вечеринку? Organize a party? No. Послушай, что она говорит вот здесь. Николас, he's throwing me a party tomorrow, after my Swan songs. Николас is throwing me a party tomorrow. Throwing me a party. Николас организовывает вечеринку для меня завтра. Throw – это же выбрасывать. Да, выбрасывать дословно. А ещё есть такое выражение to throw a party – организовать вечеринку. Ну, вот и всё на сегодня. Надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Дайте знать в комментариях, какие видео вы бы ещё хотели видеть на канале. Пока! ПО Anybody deb ICMPА з suo на кто то то.. ПО НО ВСЕМНОСИТЕСЯ Так quan esté с помощью�ами вев coupleznничают под эки party quickly.